Противостояние русско-американское разведслужб начинается еще в 1930-х годах. Однако в активную стадию это соперничество переходит в 1946-м вместе с наступлением Холодной войны. Советская резидентура была известна своей разветвленной агентурной сетью. Но зачастую ГРУ получала самую секретную информацию от западных специалистов, симпатизировавших коммунизмом. Одним из первых таких сторонников СССР стал немецкий ученый-коммунист Клаус Фукс, участвовавший в американской ядерной программе «Манхэттенский проект». В 1944-м он передал Союзу первую информацию о разработке атомной бомбы. Позже он сумел отправить через курьера 12 листов с чертежами самого устройства. В феврале 1950-го Фукса арестовывает ФБР. Физик, выдав всех, с кем работал, получил самое суровое в те времена наказание – 14 лет тюрьмы. Следом за собой Фукс потянул химика Гарри Голда, выполнявшего обязанности курьера. А Голд сдал целую семью советских резидентов. Супруги Рут и Дэвид стали главными свидетелями по этому делу. На скамье подсудимых оказались их родственники – супруги Розенберг, которые, в отличие от остальных, отказались признавать вину. Приговор для них потряс весь мир. 19 июня 1953-го муж и жена оказались на электрическом стуле. Последовавшее затишье оказалось недолгим. В 1957-м агенты бюро задержали в Нью-Йорке нелегального советского разведчика Уильяма Фишера. Он же Марк, он же Рудольф Абель. В 1948-м году он руководил всеагентурной сетью в США. Выдал его помощник – советский радист Хей Ханен, приехавший четырьмя годами ранее. Не пожелав возвращаться в Москву, радист раскрыл все карты перед американскими властями. Абель, попав в руки ФБР, категорически отрицал свою вину и достойно принял приговор – 32 года тюрьмы. Кстати, через пять лет уже в Великобритании были арестованы связисты Абеля, супруги Коэны. В 1962-м Абеля обменяли на американского пилота Фрэнсиса Пауэрса. В 1969-м англичане согласились обменять Коэнов на агента Джеральда Брука. Еще одно обострение в отношениях связано с вводом советских войск на территорию Афганистана в 1979-м. Тогда КГБ и ГРУ провели операцию «Ракетно-ядерное нападение» и ввели беспрецедентную систему наблюдения за всеми военными объектами НАТО. В 1985-м Америку предал начальник подразделения контрразведки при ЦРУ Олдридж Эймс, продавший КГБ за 3 миллиона долларов десяток нелегальных агентов из США, работавших в СССР. В 1994-м американские силовики поймали предателя. Сейчас Эймс отбывает пожизненный срок в пенсильванской тюрьме особо строгого режима. Итак, холодная война закончилась более 20 лет назад, но на смену советским пришли российские разведчики. Остались и американские шпионы. В 2001-м суд Флориды приговорил к пожизненному тюремному заключению американского офицера Джорджа Трофимова, обвиняемого в передаче Москве сведений о национальной безопасности США. Известно, что показания против офицера дал бывший генерал КГБ Олег Калугин, заочно приговоренный в России к 15 годам тюрьмы за государственную измену. Тогда же пожизненный приговор получил агент ФБР Роберт Хансен, обвиняемый в шпионаже в пользу советской и российской разведок. По сведениям СМИ, Хансена мог выдать российский разведчик и Сергей Третьяков, в 2000-м году получивший убежище в Штатах. Вечером 28 июня Министерство юстиции США сообщило об аресте восьмерых шпионов. Ведомство заявило, что незаконные агенты работали под глубоким прикрытием российского правительства без предварительного уведомления генпрокурора США. Еще двоих обвиняемых арестовали несколькими часами позже. Последнего из 11 шпионов задержали власти Кипра по запросу американского Минюста. Никому из задержанных обвинение в шпионаже пока официально не предъявлялось. По данным СМИ, 8 арестованных обвиняются в отмывании денег, за что им грозит 20 лет заключения. Обвинительный иск поступил в суд по южному округу штата Нью-Йорк 28 июня. Обвинение считает, что имеющиеся улики просты и убедительны. Кстати, во время предварительных слушаний судья лишила задержанных шанса выйти под залог. Кто же эти люди, оказавшиеся российскими шпионами? Ричард и Синтия Мерфи арестованы в собственном доме, что находится в городе Монклеер, штат Нью-Джерси. В федеральном суде выступили 28 июня. Вики Пелес и ее муж Хуан Лазара задержаны в воскресенье в Йонкерсе, штат Нью-Йорк. Допрошены в федеральном суде Манхэттена. Туда же была доставлена и 28-летняя гражданка России Анна Чепмен. Майкл Дзатолли и Патрисия Миллс. Супруги были арестованы в Арлингтоне, штат Вирджиния. Там же задержан и Михаил Семенко. Предварительные слушания по их делу прошли в федеральном суде в Александрии. Дональд Ковард Хэтвилд и Трейси Ли Энн Фолли, арестованные агентами ФБР в Бостоне. Кристофер Мэтсес, 11-й подозреваемый, предполагаемый руководитель всей этой резидентуры. Избежал ареста в штатах, улетев на Кипр. Но там его задержали на пути в аэропорт, где шпион намеревался ближайшим рейсом отправиться в Будапешт. Мэтсес выпущен под залог в 20 тысяч долларов и дожидается экстрадиции в США. Слушания по его делу состоятся лишь через месяц. Американский Минюст заявляет, что деятельность российской сетевой разведки в США ведется с 90-х годов. В распоряжении контрразведки штатов оказалась записка из СВР России, адресованная сразу нескольким подозреваемым. Однако содержание послания крайне удивило весь мир. Вы отправлены в США с долгосрочным заданием. Ваше образование, банковские счета, машина, дом и все прочее служат лишь одной цели – выполнить вашу главную задачу. Заключается она в поиске и разработке связей в политических кругах США и отправке докладов в Центр. Недвусмысленное содержание было опубликовано в прессе. Еще более удивило поведение арестованных. Как отмечает BBC и CNN, самым забавным аспектом шпионских карьер россиян стали их некомпетентность и неуспешность. Всплывающая в ходе расследования детали у многих вызывает недоумение и шок, пишет New York Times. Выяснилось, что почти все горе-шпионы были частыми посетителями социальных сетей. А в журнале Time вышел материал о самых ярких моментах из версии ФБР. По информации автора, шпионы разговаривали между собой на тривиальном шпионском жаргоне, типа «после прочтения уничтожить». Друг друга шпионы опознавали по журналу Time в руках. Передавая информацию, не брезговали пользоваться и морзянкой, и компьютерами. Одна из арестованных в банковской ячейке хранила негативы советского производства, где запечатлена она же только в молодости. Кстати, по информации издания, ФБР наблюдалось за российскими агентами уже более 10 лет. В самом начале шпионского скандала реакция российского МИД выразилась лишь в заявлении главы министерства Сергея Лаврова. Момент, когда это было сделано, выбран с особым изяществом, заявил он, очевидно имея в виду, что результаты спецоперации появились лишь после визита Медведева в США. Конечно, это было известно раньше, что это было известно и Обаме во время пребывания Медведева. Если бы это обнародовали до визита, или тем более во время визита, то это был бы грандиозный скандал. То есть это был бы фактически плевок в лицо. Силы консервативно настроенные, которые постоянно критикуют Обаму за его лишнюю увлеченность, улучшением отношений с разными странами нехорошими, включая Россию, они, конечно, это очень хорошо используют. Официальные заявления министерства появились через несколько часов. А 30 июня внешнеполитическое ведомство признало всех арестованных гражданами России. Речь идет о россиянах, которые в разное время приехали в США. Они не совершали каких-либо действий, направленных против интересов Америки, говорится в пресс-релизе. Ранее премьер-министр России Владимир Путин на встрече с бывшим президентом США Биллом Клинтоном выразил уверенность, что арест нескольких людей, объявленных русскими шпионами, не должен нанести ущерб российско-американским отношениям. Здравствуйте. И все посмотрели на экс-премьера Михаила Фродкова. Когда главу правительства задвигали из Белого дома на службу внешней разведки, комментарии были в основном скептические. Мол, за сколько времени доведет контору до расформирования? А? Опять через три годика с хвостиком. На самом деле не Михаил Ефимович две пятилетки назад забрасывал в штаты агентами этих полупрофессионалов, попавшихся на чистом идиотизме. В 2000-м, это был первый год Путина в Кремле, в Ясневе аккурат прошла пересменка с Вячеслава Трубникова на Сергея Лебедева. Теперь-то ясно, что-то было за изменение вектора. Дали для инвалидов холодной войны бюджет на второе дыхание, они и стали осваивать средства, постоянно путая исторический материализм с диалектическим, читая патриотическую идейность с бытовым разложением. Обаяние капитализма не перевербовало русских шпионов-демократов, но подставило этих 11 чьих-то друзей под мировой позор. Если не почистить сейчас это некогда престижное ведомство, гниль пойдет по всему правящему у нас профсоюзу. Верните Примакова, что ли?